В рамках первого из трех финальных матчей чемпионата России на поле встретились главные соперники отечественного мотобола команды Металлург и Колос. Ипатовцы уже предвкушали, как будут держать хрустальную вазу победителей, ведь по итогу предыдущих встреч плей-оффа гости из Ставрополья шли с опережением по очкам, поэтому особо и не старались показать красивую игру. Вдобавок лидер клуба Сергей Крошко в очередной раз продемонстрировал неспортивное поведение и даже не вышел на приветствие. Не по-спортивному ребята поступили. Они выпустили второй состав. Зрители приходят смотреть на ведущих игроков членов сборной России. Они взяли. Я лично этого не понимаю. Несмотря на то, что счет этого матча повлиять на итог чемпионата уже не мог, всю игру команда Металлург на поле держалась достойно. Результаты показывали и ветераны, и молодежь. Не испортила настроение и драйв. Даже ненастная дождливая погода. Погода все равно тоже дает о себе знать. Было тяжело, скользко. И Патова тоже второй состав показала себя, я думаю. А мы давно сидели уже из чемпионата, из кубка. Молодежь все рвалась вперед. И хотела показать себя. И вот дали шанс показать себя. И забили голы. В итоге встреча закончилась со счетом 11-1 в пользу ведновчан. Обидно было. И там вели, и в второй игре вели. 2-0. Потом в третий период 3-1 вели. Не знаю, почему так получилось. Хотя знаю, конечно. Не довели до конца. Ну и, конечно, госпожа удача куда-то улетела. Сегодня, конечно, готовились. Готовились очень серьезно. Получилась легкая победа такая. На стадионе «Металлург» моторы шумели все выходные. В субботу ставропольцы играли с игрокомплексом из Краснодарского края. Одержали победу со счетом 4-1. А в воскресенье с той же кубанской командой видновские спортсмены провели завершающий матч, обыграв гостей с результатом 9-1. Спорт есть спорт. Мяч круглый, поле ровное, всем одинаково. Обидно, конечно, что в юбилей клуба мы не стали первыми, но тем не менее. Мы бы стали в 35-й раз, а «Колос» за всю историю второй.